Мы хотим доказать явную формулу для суммы Гаусса. То есть, если n дает остаток 1, пределить на 4 корень из n, то здесь уже а равно 1, то есть мы берем эту сумму, когда z в степени х квадратная. Если n дает остаток 3, то и корень из n. Если n делится на 4, то 1 плюс и корень из n. И, наконец, если n делится на 2, то не делится на 4, то просто 0. Один из способов состоит в том, чтобы сначала разобраться с простым числом, p, простое и четное число, а дальше уже доказать потихонечку для любого составного, это уже несложно. Этот способ основывается на такой ленинге. Обратите внимание, здесь делить на 2p. Обычно мы писали 2px2, а здесь не так. Оказывается, вот эта сумма маленькая, меньше, чем корень из p. И вторая лимма объясняет, а, собственно говоря, почему мы вообще интересуемся этим. Оказывается, вот здесь, смотрите, от 1 до n-1 и в знаменателе n. А здесь, в знаменателе 4, если здесь только написано, то есть, видите, вот это число в 4 раза меньше этого. x по-прежнему пробегает значение от 1 до n-1, ну и еще в доме, 1 минус e в степени. Чтобы доказать вот это вот тождество, несложно, на самом деле, ничего такого сложного здесь нет. Просто рассмотрим сумму таких вот выражений, взятую по полной системе вычетов. x пробегает значение от 1 до 4n. Отдельно выпишем слагаемое, соответствующее числам n, 2, n, 3, n, 4, n. Ну, то есть, подставляем вместо x, n, получаем вот это. 2n, 3n, 4n. Легко понять, что, значит, e в степени 2, 1, 1, 4, это просто и. Что вот это и в степени n. Это просто единица. Это тоже и в степени n. Это единица. Значит, сумма вот этих четырех чисел, это 2 умножить на 1 плюс x, и в степени n. А здесь вот что. Любое, не делящееся на n число от 1 до 4n, либо это x, либо 2n минус x, либо 2n плюс x, либо 4n минус x. Где x какое-то число от 1 до n минус 1. Но обратите внимание, если вы превосходите вот здесь квадрат, то у вас получается 4n квадрата, это делается на 4n, поэтому он не влияет на степени, плюс 4n обернут везде. Получается одно и то же. Эти числа всегда просто равны. Значит, здесь можно написать множитель 4, и вот такая сумма. С другой стороны, поскольку суммирование у нас происходит по полу системы вычетов, то можно воспользоваться китайской теоремой в остатках. А именно, число x однозначно представимо в виде 4z плюс n y, где z от 1 до n, а y от 1 до 4. Вы просто можете в конце концерта проверить, что любые два вот таких числа, если они сравнимы по модулю 4n, то обязательно z сравнимы по модулю n, а y сравнимы по модулю 4. И что дальше видим? Когда возбудишь вот этот квадрат, получается 16z квадрат плюс 80yn плюс n квадрат и y квадрат. Это не влияет, потому что в определении на 4n у нас здесь получается целое число. Значит, на самом деле, в нашей сумме есть произведение таких двух сумм. Теперь давайте посмотрим отдельно, когда z равно n. что у нас тогда здесь будет? Здесь у нас будет просто-напросто единица. Хорошо. А это что за сумма? Это, если вместо y подставить единицу, будет и в степени n, если двойка просто единица, тройка будет опять и в степени n, и четверка опять единица. То есть, вот эта вот сумма, это в точности вот эта сумма, значит, если мы с вами здесь напишем суммирование не до n, а до n минус единицы, то можно будет не обращать внимания на вот это, и мы получаем замечательное равенство. вот это выражение равно, смотрите, когда суммирование до n минус единицы, а здесь стоит вот такой вот множитель. Давайте покажу. 2 умножить на 1 плюс g в степени n, и здесь сумма вот такая, е в степени 2π и z квадрат, кстати, я могу не писать четвертую, потому что 2z по модулю нечетного числа пробегает в полную систему вычета. Поэтому давайте здесь просто умножу делить на n, единиц меньше или равно z, меньше, строго меньше. Строго, там оно меньше или равно, а здесь в том, что единица, что строго меньше, чем... отлично. Отлично. То это как раз и получается единица минус е в степени n. Ну, просто по формуле разница квадрата. Единица минус и в квадрате в n степени. n – нечетное число, поэтому все означает. Лема 2 доказана. С лемой 1 возникнуть побольше. Там потребуется так называемая формула суммирования i. Во-первых, что это такое? Пусть у нас есть предвольные числа а1, а2 и так далее, а2, а1, а2 и так далее, оказывается, вот такую сумму можно записать вот в таком виде. Это очень похоже на так называемую форму интегрирования по частям. Если рассказывать, что называется, наивную, то... То есть форма написана здесь, все просто, но если рассказывать наивную, то идея такая. У нас есть какие-то прямоугольники, которые расположены, вот представьте себе, с какими-то высотами b, а здесь у нас последовательность числа а1, а2 и так далее. И каждый раз берется с собой прямоугольник и умножается на высоту. То есть картинка примерно вот такая. Что тут такое? Не обязательно поставить монотонно, конечно, да? Вот. И здесь у нас есть разность числа а1, здесь есть разность а1 умножить на b. А можно посмотреть по другому направлению. Тогда у нас наоборот будут числа а, умноженное на разность чисел b. Конкретно для нас что нужно? Давайте обозначим целую часть корни из b и буквой t. Тогда, если в качестве ах-вого взятия такое число, е в степени 2π и х квадрат плюс х делить на 4b, а в качестве bx-вого единицу делить на синус и х делить на 4b, то смотрите, что такое ах-вое минус ах-вое. В одном случае будет плюс х, в другом случае, когда вы вместо х подставите х-1, у вас очевидно будет, даже х может на х-1, а х-1 умножить на х, это просто там, где будет знак минус. Поэтому е в степени 2π и х квадрат делить на 4b можно вынести, и останется е 2π и х квадрат делить на 4b. Это, кстати, ровно то, что у которого у нас написано. И останется такая штука. е в степени 2π и х делить на 4b минус, то же самое с минусом, е в степени минус 2π и х делить на 4b. Ну, замечательно. Смотрите, у нас же, когда вы берете разность, то е в степени и фи минус е в степени минус и фи, это просто-напросто 2и синус фи. Так вот, этот самый фи, это и как раз и есть пи х делить на 2p, потому что когда вы 2 на 4 делите, как раз получается 2 на 4. вот, и для этого у нас соответствующее число b и св. То, что здесь есть множитель i, совершенно не должно вас смущать, потому что модуль, он есть в степени во всех словах, и поэтому модуль от этого совершенно не изменится. Правда, конечно, здесь есть множитель 2, ну, ничего страшного, просто мы сделаем все вычисления и потом не забудем умножить на это самое число 2. Ну, или если угодно, можно было здесь написать не единицу, а двое. В общем, в любом случае, нас интересует вот такая штука. Пока были х и я, х это вообще любые абсолютно числа, и вот это преобразование называется преобразование Абеля, или суммирование Абеля. Вот смотрите, здесь Ах-минус Ах-минус первое. Давайте так напишем отдельно сумму всех выражений вида Ах-бх, и отдельно Ах-минус первое, Бх-минус первое. Но вместо х-минус один напишем у. Заметьте, здесь по-прежнему х больше т меньше п, то есть, другими словами, на у чуть-чуть сдвинутое, получается, чуть-чуть сдвинутое неравенство. Вот, ну ничего, теперь переписываем. Это сумма без изменений. Здесь пишем. Но заметьте, я сейчас для у написал те же самые условия. Это неверно. Каким образом исправить ошибку? Посмотреть, какое слагаемое здесь возникает лишнее с минусом, значит, его надо прибавить. И наоборот, чего здесь нет. Ну понятно, чего. Если вы пишете в качестве у число п-минус один, то это, смотрите, чему соответствует. Это соответствует тому, что у вас здесь х будет п. Ну, х не бывает п. А здесь у по минус один бывает. Значит, надо это обязательно прибавить, чтобы скомпенсировать то, что здесь сделалось. И, наоборот, если вы в качестве числа у пишете т, то здесь это запрещено делать. Здесь, на самом деле, написано у больше, чем т. Но у равно т соответствует значению х т плюс один. А это разрешенное. Поэтому обязательно надо не забыть вот это вычесть. Отлично. А дальше все учили. Вот эти две суммы объединяются в такую. И вот эти вот так и остались. Как объединяются вот эти две? Абсолютно понятно. Индекс суммирования можно здесь написать везде. Потому что я специально сделал уже, чтобы промежуток суммирования строго один и тот же. И поэтому здесь у нас как раз и есть АХВВХ плюс первое. И вот эти штуки дают нам. Теперь нужно в нашем случае разобраться с этими величинами. Итак, применяем формулу суммирования Абеля. Я напоминаю вот эту двойку, потому что здесь у нас она была. Напоминаю, что такое АХВВХ, и вот это все здесь не 4Б. То есть если вы смотрите, что такое Б с индексом П, то это будет синус ПП делить на 2П. То есть единица, где там единица, где единица. АП-1 это вот это. АП-1 это минус 1 в степени П-1 в полу. Ну а здесь какой-то такой вот выражение. Здесь разность образных синусов. Вот. Давайте оценку сделаем очень простую. Вот это вот е заменим на единицу. Здесь на единицу. Здесь тоже будем считать, что с плюсом. Единица делить на синус. Тогда все простится. Здесь возникло вот это вот. Е в степени заменим на единицу. Е в степени заменим на единицу. И в чем здесь? У нас же функция синус монотонная. Поэтому можно действительно просто просуммировать. И у нас получится единица деленная на синус ППТ плюс 1 делить на 2П. Если я сейчас объясню, почему это меньше, чем ПП делить на Т плюс 1, то из-за того, что Т плюс 1 было больше, чем корень из П, здесь получится меньше, чем корень из П, и все будет хорошо. А вот это является очень простой. Давайте обозначим Т плюс 1 делить на 2П УПХ. Нам нужно доказать, что 2Х меньше, ну 2Х это Т плюс 1 делить на П, да? Меньше, чем синус ПХ. Ну, это просто выплость графика синуса. Если вы в качестве Х подставляете 0, то в обеих частях 0, то рассматриваем график функции у равно 2Х, это вот такая прямая, и график функции у равно синус ПХ. Это вот график синуса. Тогда в точке Х равно 1, 2 здесь единица, и здесь единица, вот такая точка, в нуле тоже, а между ними синус больше. Синус, как клавиер, функция. Таким образом, неравенство мы и доказали. Лемма 1 доказана. До вычисления точного значения грауссовой суммы для простого числа осталось буквально чуть-чуть. Вывести из двух лем значение грауссовой суммы для простого числа несложно. Сначала одно значение. Если у нас Фи, это острый угол, пусть Фи от нуля до, именно, типа, полового, тогда, когда мы умножаем, один минус И на косинус Фи плюс И синус Фи, получается вот такое выражение. Косинус Фи плюс синус Фи минус И умножить на разности косинуса и синуса. И его вещественная часть это сумма косинуса и синуса. А сумма косинуса и синуса это сумма катетов, треугольного треугольника. Значит, она не меньше, чем гиптенуза, не меньше, чем единица. Значит, вещественная часть числа 1 минус И умножить такой синус фи плюс в синус фи не меньше единицы для любого угла нуля-три пополам. Воспользуемся этим. Потом мы поймем, зачем нам это выражение нужно. Пока просто давайте... Ну, оно нужно благодаря Лембе-2. Но пока просто смотрите. Пусть у нас есть такая сумма. Разобьем ее на ответ. Когда х меньше, чем корень из П, и когда х больше, чем корень из П. Для начального, вот этого кусочка, когда х меньше, чем корень из П, воспользуемся вот этой идеей, что у нас каждый раз возникает вот такое комплексное число 1-и умножить на 8-и плюс-и и синус фи. И вот его вещественные части меньше единицы. Таких х больше, чем корень из П-1. Значит, вот такая величина больше, чем корень из П-1. А все остальное оценим по Лембе-1. Ведь у нас как раз в Лембе-1, смотрите, там было х от корень из П до П. Есть степень такая. И здесь то же самое. 1-и меняет модуль в корень из двух раз. Потому что модуль числа 1-и как раз в корень из двух. Значит, если мы даже везде здесь напишем корень из двух, из-за того, что вот у нас эта сумма была помодро меньше, чем корень из П, мы получаем такую оценку. Если П меньше, чем 5, очевидно, что такое неравенство будет верно. На самом деле, корень из П-1 переносим, получается, что нам нужно доказать, что 2 минус корень из двух умножить на П больше, чем 1. Умножая его участие на 2 плюс корень из двух, получаем, что нам нужно доказать, что 2П больше, чем 2 плюс корень из двух. Ух ты! Это даже не для первоначального убития, это для всех П. Это я перестраховался. Это всегда верно. Просто убираю ее. Просто всегда верно. Замечательно. Замечательно. Неравенство всегда верно. По большому счету мы все сделали. Нам просто осталось вспомнить лему 2. Итак, смотрите, мы это знаем, что такая вещественная часть больше, чем минус корень из П. Теперь, рассмотрим два случая. Если П сравнимо с единицей, по-моему, на 4, то интересующая нас гауссовая сумма, гауссовая сумма, это что такое? Единица, это когда х равно П, есть такое слагаемое. Плюс, смотрите, поле не 2. Вот такая вот, когда вместо е, напишите в П. 1 минус, потому что было сравнимо с единицей, по-моему, на 4. Е в степени Пи и х квадрат делить на 2 П. Но мы же знаем, что вещественная часть больше, чем минус корень из П. Но здесь еще единица добавляется. Это получается больше, чем минус корень из П. А у нас есть два числа на выборке. Корень из П и минус корень из П. Вот если мы доказали, что эта сумма больше, чем минус корень из П, все, задача решена. Значит, это корень из П. Примерно так, когда П дает остаток 3, где они на 4. Смотрите, тогда у нас вариантов два. Либо это и корень из П, либо минус и корень из П. Давайте гауссовую сумму разделим на 1. Тогда нужно будет выбрать, это величина корень из П или минус корень из П. Ну, заметьте, она в любом случае вещественная. Поэтому мы можем здесь написать, что это вещественная часть. Заметьте, я здесь отбросил одно слагаемое, соответствующее случаю, когда х равно П. Понятно почему, потому что когда и со мной П, то здесь стоит единица, а одна ИТ имеет нулевую вещественную часть, поэтому ее можно прибавлять, можно бросить, неважно. И вот, А это как раз полеяние 2. И в степени П, это как раз минус И. 1 минус минус И, это 1 плюс И. Но когда вы разделите на И, то вы получаете опять 1 минус И. 1 минус И умножается на эту сумму. Мы знаем, что это больше, чем минус корень из П. Заметьте, и в одном случае, и в другом случае, получается больше, чем минус корень из П. Значит, мы доказали теорему о увеличении гауссового сумма для располучивства.